Доброго времени суток! На связи Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. У нас с вами третий урок по операции HK. Эта операция есть как на штатной палитре фотошопа. Вот она. И также, конечно, эта операция есть на панели Дэна Маргулиса. Вот эта операция. Давайте в этом уроке посмотрим, какие возможности нам дает эта операция. Я создам дубликат нашей фотографии. Название оставляю по умолчанию. Ок. Этот дубликат картинки нам потребуется для экспериментов. Перехожу на исходную фотографию и давайте применим эту операцию. Нажимаю на кнопочку HK. Получил вот такой результат. Вот такая фотография была. Вот такую фотографию получил. У нас здесь два слоя. Давайте рассмотрим, что они дают. Я отключил слой Color Only и давайте посмотрим, что нам дает слой HK Effect. Слой HK Effect у нас затемняет нейтральные тона. Было вот так, стало вот так. То есть, добавляет глубину фотографии. Слой Color Only у нас уменьшает насыщенность цветов. Но не всех подряд самые яркие цвета он оставляет, а менее яркие делает насыщенными. Непрозрачность этого слоя по умолчанию 45%. Если я уменьшу непрозрачность, у меня увеличится насыщенность цветов. Я поставил 12% и можем посмотреть. Вот так было, вот так стало. Если я наоборот увеличу непрозрачность слоя, 45% по умолчанию поставлю, к примеру, 60%. Было вот так, стало вот так. Мы видим, что изображение еще больше обесцвечивается. А теперь давайте сравним обработку этого снимка, если применить операцию HK и обработку этого снимка без применения этой операции. На исходной фотографии я применил операцию HK, сведу все слои Shift-Ctrl-E и просто применю операцию MMM Plus Color Boost с настройками по умолчанию. Нажимаю на соответствующую кнопочку. Два раза нажимаю на кнопочку «Продолжить» и получил вот такой результат. Вот такая фотография у нас была в самом начале. Вот такую фотографию я получил. Теперь перейду на дубликат нашей картинки и теперь не буду применять операцию HK, а сразу применю операцию MMM Plus Color Boost с настройками по умолчанию. Нажимаю на соответствующую кнопочку и два раза нажимаю «Продолжить». И получил вот такой результат. Давайте сравним, что у нас получилось. Масштаб картинки поставим одинаковый и я буду нажимать сочетание клавиш Ctrl-Tab для того, чтобы можно было сравнить результаты. Вот у нас обработка фотографии с применением операции HK. А вот обработка без применения этой операции. Еще раз «Применили», «Не применили». Посмотрите, какая большая разница. На исходной картинке, где мы с вами применили операцию, у нас появилась дополнительная глубина и дополнительная детализация. А на дубликате нашей картинки у нас цвета все стали просто более насыщенными, более мощными. Перейду на исходную картинку, но самое главное, на исходной фотографии, где мы применили операцию HK, мы теперь можем дополнительно повысить насыщенность цветов. А на дубликате нашей картинки насыщенность уже практически поднимать нельзя. Здесь и так цвета очень яркие и насыщенные. Какой же можно сделать вывод из этого урока? Операция HK помогает в обработке наших снимков, но, конечно, она применяется не ко всем фотографиям, а к определенным типам. Категории таких фотографий мы с вами рассмотрели в прошлом уроке. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. Субтитры сделал DimaTorzok